Всем привет! Мы находимся в ресторане «Виноград» и именно здесь состоится съемка с потрясающей, неординарной и безумно талантливой девушкой. Марина Мести ответит на ваши вопросы, так как именно она является победительницей нашего сегодняшнего хит-парада. Это телеканал MTV Столица. Не переключайся! Дорогие друзья, это программа «Хит Столица» и у нас в гостях очаровательная, талантливая Мести. Марина, здравствуй! Привет! Спасибо большое, что ты нашла время. Спасибо за такие комплименты. Они заслуженные. Абсолютно все взаимно, потому что ты наблюдаешь за человеком, да? Ну как так возможно? Вечно худая, вечно красивая. Спасибо, Марина. Ты знаешь, такие женские перепалки немножко. Мы сегодня поговорим и о фигуре твоей, и о творчестве, обо всем на свете. Каверзные вопросы будут? Каверзные вопросы будут. Признаюсь. Как я их люблю. Ну ты умеешь выкручиваться. Но мы сегодня постараемся тебя подловить, потому что вопросов накопилось неимоверное количество. Интервью у нас было ого-го как давно. Миллион лет назад. И первый вопрос, даже несмотря на то, что у нас на первом месте трек «Девочка», вопрос будет адресован твоим каверам. Так. Твоей работе именно в этом направлении. Начнем мы с нее, но потихонечку перейдем к твоим авторским проектам. Марина, первый вопрос таков. Скажи мне, что стоит, какая работа стоит за созданием образов? То есть мы видим выходную картинку. И нам всем кажется, что это очень легко. То есть включил трек, записал его и опубликовал в Инстаграм. Тем не менее, я догадываюсь, какой неимоверный труд. И скажи мне, работа идет личностная в первую очередь. Мне интересно, как ты вживаешься в образ, как ты его выбираешь. И были ли моменты, когда ты выбрала кавер, ты начинаешь над ним работать. И потом у тебя опускаются руки, и ты понимаешь, что нет, мне сложно, я не хочу. Было. Все правильно ты сказала. Кажется, что легко. Это только кажется. Потому что раньше я не выкладывала бэкстейдж в виде сториз, знаешь. Ну, потому что считала, ну, кому это надо, да, знать наши закулисьи, наши какие-то там сложности, проблемы, задачи, сложно это или легко. Потому что, по сути, людям-то, вот что важно, итоговая картинка. Ты же это людям показываешь. Это огромный труд. Потому что, ну, в принципе, большинство, я думаю, может, даже все мои подписчики уже знают, что обязательно у нас такой консилиум собирается у Пазила в студии заранее. Мы продумываем втроем образ, мы продумываем все до мелочей. Потом, пока они обсуждают, как это все будет выстраиваться, какой будет локация, какой она должна быть и что мы можем сделать, в принципе, да. То есть, чтобы ты понимала, естественно, это все не бесплатно. Мы за все платим, потому что люди думают, что это все делается бесплатно. Нет. Но мы... Дорого? Ну, мы стараемся, ну, по сути, если делать как-то очень масштабно, то дорого. Но у нас есть несколько очень дорогих каверов, скажем так. Самый дорогой кавер? Ну, блин, а сейчас надо будет вспоминать. Ну, я могу тебе сказать, что один из дорогих миллионовых роз. «Лети», это вот где со свечками, это, блин, такой сложный кавер был. Потом, что еще было из других... А я не могу теперь все каверы использовать. Марин, а максимально сколько ты готова потратить на создание кавера? Не больше 20 тысяч. То есть, вот этот бюджет, в который ты стараешься... Ну, один кавер, да. Ну, как бы, чтобы ты понимала, я вообще желательно бы не больше пяти тысяч. Но это как бы... Ты такая экономная девушка? Нережливая? Да. Но если я понимаю, что благодаря этим деньгам получится определенная красота, как бы, да, эстетично, если это не трясущиеся телеса, которые мы наблюдаем, да, в основном сейчас, который сейчас называется танцем, вот, то я готова в это вкладываться, потому что я считаю, что это намного приличнее, намного красивее и интереснее. То есть, если ты чувствуешь, что выхлоп будет... Дело не в выхлопе даже. Выхлоп — это чуть-чуть другое. Если я понимаю, что из этого... Ну, в процессе обсуждения все равно ты понимаешь, какие у нас есть возможности, да? Но ведь это все интуитивно угадываешь? Нет, 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 это не интуитивно. Смотри, я почему сказала, что мы обсуждаем все до мелочей? То есть, элементарно, картинка... Ну, я думаю, что ты сама тоже это прекрасно знаешь, как работник телевидения. Практически 50% картинки зависит от света. От правильно выставленного света, тени и так далее и тому подобное. Но я, честно говоря, не очень люблю, когда вот Пазил работает с моим лицом по типу свет-тень, потому что, ну, есть какие-то неровности, которые свет-тень сразу же выявляет. Поэтому я ему говорю, ставь прямой свет, но такой, чтобы он был не как тарелка, знаешь, вот это вот. А, ну, помягче, поаккуратнее. Это все обсуждается. Но для каждого кавера нужен свой свет, потому что со светом мы делаем фон. У нас нет никогда фиолетово-розового фона там, ну, в виде бумаги или там ткани. Это все делается светом, смешением цветов. Марин, ты такой командир. То есть, мне казалось, что ты пришла, записала и ушла. А ты все-таки... Нет, я не командир. Я просто сейчас рассказываю то, что я слышу от них. Командир Нариман. То есть... Директор, да. Продюсер, можно так его назвать? Продюсер, директор. Ну, он же и продюсер, и директор в одном лице, да. Ну, вообще, изначально это же его идея с каверами. Поэтому... Как это было? Вспомни, как это было. Это было... Мы услышали... Вышла песня «Медина». А мы мониторим же постоянно. Ну, как и ты, собственно. Мы все мониторим новинки. Как и все люди в музыкальной индустрии. Это нормально. Это нормальное явление, но она нам из всего, что вышла в тот момент... А в тот момент вышло, ну, достаточно много хитов, скажем так. И «Медина», вот как бы, одна из них была, нам так понравилась. А я в какой-то момент очень сильно залипала вот в этих вот кавер-группах, типа «Кавер Талант», ну, сообщество, поняла, да? То есть на конкретного человека, который записывает каверы, нет. Ну, хотя в какой-то момент я была подписана на чеботину, но потом как-то мне стало уже неинтересно. Я отписалась. И подписалась просто на группы, где, ну, по сути, ты видишь разношерстный. Абсолютно. Ну, конечно, где-то очень хорошо, где-то очень плохо. Но опять-таки на вкус и цвет, да? И он мне говорит, слушай, а может попробуем? Я говорю, что, прям сейчас? А я приехала только со свадьбы, и мне нужно было, ну, как бы, если ты помнишь, я думаю, наверняка помнишь, я раньше занималась бэк-вокалом. По сути, я сейчас им тоже занимаюсь, но в таких крайне редких случаях. Ну, потому что артисты научились уже и хотят сами этим заниматься, да. Но в тот день я должна была записывать бэк-вокал. Он говорит, ну, слушай, ну, давай как есть, так, ну, что, кто-то вообще вот так вот на телефон записывает, да, там, на фронталку. А я была такая уставшая после свадьбы. Ну, там, в принципе, и заметно. Понятно, что я не из дома только что пришла, знаешь, в блестящем платье, на макияже и прически, нет. Вот, я приехала, я говорю, ну, давай. И тут мы так заморочились. Он искал какие-то шнуры, какие-то выходы, чтобы записать так. Вот он записывал мой телефон. Но он как-то умудрился сделать так, чтобы я пела вживую, а видео и звук шли напрямую в телефон. Кручь. Да, но причем через программу, понимаешь, через Cubase. Короче говоря, мы так заморочились, что-то там. Получилось обычное видео, но никто же не знает, что это сложно технически было, да. Но нашлись люди, которые сказали, ой, фонограмма, нафига такое надо? Я думаю, фонограмма, окей, следующее будет вам фонограмма. И так и продолжилось, собственно говоря. И вот с его предложения, собственно, давай попробуем, мы как-то так загорелись. Уже вот после двух-трех каверов нам стало неинтересно делать обычные каверы. Ну, там, понимаешь, да, о чем я говорю, которых сейчас очень много. Мы что-то так загорелись делать, очень сильно загорелись после каверы «Миллионовых роз». Мы очень заморочились с этим кавером, искали эти розы, с этим тяжелым дымом, в котором я задыхалась просто. А его было так много, ну, ты же знаешь, как он выглядит в оригинале, да? Это куски вот такие вот, которые заливаются кипятком, и это все начинает дыметь. А вот этих кусков было так много, что мы ели досняли 4 дубля. А чтоб ты понимала, считать с листка и пропеть вот этот вот речитатив, по сути, да? Ну, у него в оригинале рэп, а мне нужно было эту кучу слов сложить в мелодию. Я придумала мелодию, да, вот так вот с телефона. Ты читаешь и поешь, но все зависит уже от твоей дикции, да, там, возможностей. А это же все еще надо запомнить, а я не запомнила. И, значит, я за 15 минут до съемок, они там уже все приготовили, там уже все вот так кипит. Я не могу запомнить текст, я так нервничала, я думала, что меня будут проклинать. В итоге я запорола только один дубль, потому что у меня там, ну, тупо я забыла текст. А еще в этот момент нужно же быть красивой. Короче, нужно держать лицо, и я пыталась как-то, как-то. Это бы не было проблемой, если бы мы снимали кусками, да, там, по фразам. Ну, мы снимали одним дублем плюс наезд, а ты еще контролируй выражение лица под определенную фразу с положения тела. Не было ощущения, что, ребята, давайте-ка я пойду. Нет, никогда, ни разу у меня не было такого ощущения. Мы настолько нам все это интересно делать. Мне, честно говоря, гораздо интереснее процесс, чем, ну, вот, в конце я смотрю и понимаю, да, вот это мы хотели, как бы, да. И все, и в этот момент я успокаиваюсь. Но в процессе это какое-то невероятное удовольствие, когда ты понимаешь, что, конечно, может быть, если вложить туда больше денег, да, это было бы больше возможностей, какой-то больше, там, лучшей картинки, там, не лучше, а интереснее, разнообразнее. Может быть, вообще что-то было бы другое. Но... Скажи, ты когда поешь каверы, ты связываешь песню со своим настроением на данный момент? То есть вот выбрала песню, я хочу записать, потому что у меня сейчас вот так. Нет. Либо ты смотришь исключительно популярность? Нет. Не смотрела никогда популярность. Я смотрю только то, что мне нравится. Поверь, у меня есть куча песен, которые мне предлагались, и я сказала, мне вообще не заходит эта песня, понимаешь? Она может быть вот как в детстве песня, знаешь? То есть твоя внутренняя симпатия? Да. В детство. Вот она дико популярная, но она мне не заходит, вот вообще никак, я ее не понимаю. Я знаю, что многие меня сейчас тоже не поймут, но на вкус и цвет, да? Вот, ну, не зашла мне песня, я не знаю, что с ней делать, я не знаю, как ее можно вообще, в принципе, слушать. Поэтому и делать на нее кавер, как бы, мне, меня было мало просто, понимаешь? Поэтому я не сделала. Я все равно стараюсь переделывать все песни. То есть на то это и кавер, как бы... То есть свое звучание. Свое, вообще все, у нас даже аранжировки все свои, то есть мы настолько запариваемся, мы не ищем минуса какие-то. Ну, наверное, поэтому артисты такого масштабного уровня чувствуют, видят и оценивают. Скажи, чей комплимент был приятен тебе вот прям по максимуму? То есть вот ты увидела, что оценил, и прям вау, класс. Ну, наверное, самый первый, самый первый, потому что это было неожиданно, я вообще не ожидала. Я думала, ну, максимум. Как это было? Ну, максимум лайк. Где-то находилась. Если я тебе расскажу эту историю, это будет вообще умора. Короче, я выпустила кавер «Миллион алых роз». После него еще прошло миллион лет, я выпустила еще миллион каверов, ну, как миллион относительно. Да. И совершенно ничего не ждала. Ну, я думала, ну, максимум лайк. Ну, максимум комментарий. Вот два максимума было моих. На тот момент вот я выпустила свой кавер, он дико разошелся, то есть он был везде, где можно, нельзя. Мне кажется, я мозолила глаза всем, и меня все ненавидели. Вот. И потом Егор Крид устроил конкурс на лучший кавер после этого. Но он поставил уже лайк в тот момент. А после он пишет, что у него конкурс. Я думаю, блядь, лайк, блядь, это круто. Ну, как бы, понимаешь, все равно это невероятно приятно, да, то, что там, ну, нет вот этой вот звезды, знаешь, ну, по сути, да, легкое движение, дважды нажать на экран, но мало кто это даже делает, да. И, значит, я сижу на мероприятии в детском саду. Детский садик частный. Я выступаю, значит, а у меня еще, ну, был другой телефон. Я, кстати, не знаю, как на этом телефоне включить оповещение в Инстаграм, но ладно. И у меня тогда были оповещения включены, а телефон был в пальто, пальто где-то там на первом этаже, я его, естественно, не смотрела, я так обожаю детей. Я ими так с ними увлеклась, с ними танцую, сейчас я беру телефон, у меня телефон просто взорван, взорван. Мне позвонили все, кто могут и не могут, мне написали смс-ки, у меня вот так вот. Это просто ясно, что ты подумала, когда увидела, что там что-то происходит. Я подумала, что меня в какую-то группу выложили, ну, типа, вот крупных, знаешь, миллиоников с камерами, и, может быть, оттуда пошла такая-то волна. Да, ну, то есть подписчики, все дела. Ну, я никак не ожидала, что это будет репост, вообще никак не ожидала. И мне тут же звонит, по-моему, нет, мне первым это сказал Руслан Гассанов, потому что мы с ним там выступали. Он посмотрел, а потом мне позвонил на ремонт, говорит, ты играешь, я говорю, что случилось, ну, в голове вообще нет, реально. Ну, я вижу, что измечет комментарий, я вижу, что все, такая молодец, я вижу, но я еще не успела открыть, разблокировать телефон. Ты видела, я говорю, что? Игорь Крит выложил, я такая. Было приятно. Было очень приятно, конечно, но в этом есть определенный минус. Так. Потому что... Обратная сторона мануаря. Ну, а есть обратная сторона медали. К сожалению, не все люди, не все коллеги могут пережить такое. Если после Егора Крида еще как-то держались некоторые... Ну, я скажу, большинство, ну, все-таки я рада, что у нас хорошие и добрые люди. Можно я на таком сделаю? Кстати, надо такие эти подушки купить домой, я забыла, что потом... Вот. Но когда меня репостнула Бузова, Джиган... Продолжай, перечисляй, их не так мало. То есть это Бузова, Джиган, Бьянка, Сидокова. Кто-нибудь остался в российском языке? Опять же Бузова, опять Сидокова. Ну, короче... Ну, вот, к сожалению, вышло так, что некоторые... Было настолько до маразма доходило, что мне передали слова, что мне не смогут простить лайк мне от жены Джигана. Какой кошмар. Вот до такого маразма доходило, но я очень рада, что большинство, конечно, моих коллег, я вас обожаю, просто крутейшие люди. Вот. А много было таких запыхателей? Среди коллег? Да. Ну, нет, честно говоря, но там человека четыре-пять. Ну, конечно, никто не скажет тебе напрямую, да. Разумеется. Ну, добрые птички всегда приносят все разговоры, да. Ну, вот так вот. А были люди, которые комментировали, может быть, как-то... Негативно? Да. Из знакомых? Нет, если ты получаешь огромную волну новых подписчиков, ты получаешь как доброжелателей, так и недоброжелателей. Нет, ты знаешь, я тебе могу сказать, что, ну, максимум два комментария. И то, знаешь, такие, типа, ну, такое. Все, я не видела никогда. Ну, конечно, да, есть вот это вот, типа, ой, что за ресницы такие, как опахала. Это было после камеры миллионовых роз. Вот, потом, ой, накрасилась, как будто в последний раз, там, и так далее. Как ты реагируешь? Конечно, вот абсолютно ровно. Я абсолютно ровно отношусь, потому что многие говорят, что это критика, допустим. Но это же не критика. Это просто человек в плохом настроении решил, там, где-то излить свою душу. И все. Вообще никак не отношусь. Ты часто комментируешь сама? И кого? Часто. Ну, это все зависит от поста. Все зависит от... Я не комментирую по принципу, вот, я с ним хорошо общаюсь. Да. Поэтому я буду комментировать и ставить лайки. Нет. И с подписками у меня тут же такая же ерунда. То есть, если я не подписана, это не значит, что мы не общаемся. Да, вот как многие считают. Нет, это все зависит от постов. То есть, если мне интересно за человеком наблюдать, да, то я подписана. Если я вижу, что там где-то фальш, причем, ну, не где-то, а всегда, и если я знаю, что человек совсем не такой в жизни, и он пытается какую-то картинку лепить из себя в Инстаграме, то это для меня уже фальш и лицемерие, понимаешь? Это двуличность, и поэтому я тоже не подписана на этих людей. А как же ощущение того, что у всех артистов есть определенный образ, который они поддерживают? Ведь невозможно быть одним и тем же дома и одним и тем же на сцене. Возможно. То есть, ты такая, какая есть. Я вот всегда такая. Все только зависит от моего настроения. Либо я очень много смеюсь, либо я с недовольным лицом. Но с недовольным лицом я чаще только когда голодная. Все. Любит Марина, так слушайте. Очень люблю. Любимое блюдо? Борщ. Готовить умеешь? Да. Когда последний раз готовила? Что и для кого? Я готовлю каждый день. Потому что кроме меня этого дома никто не делает. Ты моя умница. Ну просто никто этого больше не делает. Ну понимаешь? Поэтому я готовлю. А где... Вчера была паста. Для семьи? Конечно. Супер. Марин. Да. Ты, наверное, согласишься, что ты до корней волос человек творческий. По крайней мере, складывается такое впечатление. До мозга костей, я бы сказала. Точно. Скажи, какую роль играет любовь в жизни творческого человека? Огромную роль. Вообще в жизни любого человека, мне кажется. Потому что... Вот когда раньше я слышала фразу, что человек, который счастлив, не делает плохо другим, я думала, ну в смысле? Человек либо воспитан так, либо не воспитан так. Потом я понимаю, что есть воспитание, которое дают родители. Потом ты выпорхнул вот из гнезда. И у тебя есть воспитание, которое тебе дает жизнь. Своими уроками, людьми, которые тебе посылают, да? И, соответственно, то, что дали родители, это какая-то такая база, основа. А потом ты уже подстраиваешься и смотришь, какая жизнь, да? И вот из этого у человека, собственно, складывается и характер, и мнение, и мировоззрение, и так далее. И поэтому почему-то я считаю, что именно любовь делает человека добрее. Именно... Не просто любовь, как вот, знаешь, в общем. А вот чтобы был человек рядом. Вот один-единственный, вот как твоя опора, как твоя отдушина. Но ведь любовь – это не всегда поддержка. Иногда это обиды, разочарования. Ничего страшного. Это отношения? Это же... Ну, а как без этого? Если... Ты знаешь, вот когда я смотрю там всяких блогеров, которые показывают, что у них, типа, такая идеальная жизнь, идеальная семья. Но это же неправда. Ты же тоже понимаешь, что нет идеальных людей, соответственно, нет идеальных пар. Идеальных отношений тоже нет. Это все вранье, которое показывают людям. Но на некоторое вранье смотреть приятно, потому что ты умиляешься. Ну, только на некоторых, если ты не знаешь их лично и не знаешь, что там такие ругачки идут, знаешь. Марина, скажи, почему нигде нет твоей личной жизни? У тебя нет личной жизни? У меня, конечно же, есть и личная жизнь. Я не маленькая девочка, мне уже как бы 30 годочков. Но на то она и личная. Если ты хотела какую-то другую информацию от меня, то нет. Я могу назвать тебе кучу причин, по которым... Мы, кстати, с тобой вот до программы обсуждали уже эти моменты. У меня есть куча причин, по которым я не хочу выкладывать причины. А самая главная причина это? Чтоб не сглазили. Нет, господи, нет. Нет, есть две главных причины. У кого бы я не читала, будь это менее популярный человек, более популярный человек. И вот обсуждают чуть ли не до, извините, постели. Ты это не приемлешь? Ну, для меня это как минимум глупо, понимаешь? Ну, не знаю. Все-таки это мой мужчина, это моя личная жизнь, поэтому она останется у меня. Второй момент это... Я все-таки это скажу, но это жесткая спекуляция на личной жизни в любом ее виде. То ли это парень, жених, муж, беременность, ребенок. Мало лайков, выкладывай личную жизнь. Сразу рейтинги повысятся, понимаешь? А я так не хочу, потому что... Ну, это же, к сожалению, сейчас это превратилось в такую спекуляцию. А как же... Я хочу быть честна с людьми, понимаешь? Я не хочу, чтобы... Ну, я и так, в принципе, все рассказываю. Вот все там. Обо мне уже знают все. Ну, хотя бы что-то оставьте мне, пожалуйста. Смотри, Марин. Есть такое понятие, как позиционирование себя. Вот, допустим, за счет Инстаграма, да? Когда позиционируешь себя как мать, как любящая жена, как артист. Ты исключительно... Вот в Инстаграме, например, ты исключительно артист. Я пролистала твою ленту, там нет ничего, кроме работы. То есть ты хочешь, чтобы тебя видели только в этом свете. Почему не показываешь другую сторону? Нет, ну почему же? Иногда я делюсь чем-то, ну, крайне редко я показываю. Там племяшек, маму, подруг, детишек там показываю. А чем обделен молодой человек? Ну, он же мой. Ну, племяшки тоже твои. Ну, это другое. Нет, это... Скорее всего, я просто такая дикая собственница. Вот если отбросить все остальное, там, да, я дичайшая собственница. Поэтому... То есть ты не готова услышать какие-то, возможно, комментарии, обсуждения? Нет, я в принципе не готова, чтобы на моего мужчину еще кто-то смотрел. Боже, да это собственник прям, прям собственник-собственник. Да, я такая. Ревнивая? Скорее, нет, чем да. Ну, может быть, потому что поводов пока не видела. Но если увижу повод, наверняка будет ревность. Но пока просто не было случая такого. А тебя ревнуют? Да. Как ты к этому относишься? Ну, обычно. Нормально, то есть понимаешь? Марин, а можно узнать хотя бы, как ты его называешь? Ну, расскажи нам, ты хоть что-то. Ты увеличение знаешь? Нет, это же мое. Ну, мы хотя бы будем знать, как его ласково зовут. Не имя, а просто... Любовь. Любовь твоя. Да, я. То есть любовь моя? Да. Как Мина. Хотя бы немножечко мимимишности. Нет, мимимишности с моей стороны вообще куча. Просто я об этом не очень хочу говорить. А к чьим советам прислушиваешься? Не к чьим. То есть ваши отношения, это только вы с ним вдвоем? Ну, потому что это наши отношения. Это, ну, невозможно. Понимаешь? Даже если это родственник. Даже если ты ему все рассказываешь. Ну, родственнику, родственнице, неважно. Даже если ты лучшая подруга, и ты как будто бы все рассказываешь. Но ты же не все рассказываешь, правильно? Человек не внутри ситуации. Все равно никто объективно не может оценить и дать совет. Во-первых. А во-вторых, зачем тебе чужой совет? Это же чужой совет. То есть он не знает, не испытывал твоих чувств, твоих эмоций. Неважно, положительных, отрицательных. Это счастье или обида там, да? Ну, в основном обида, потому что ты же какой-то совет такой хочешь дать чего-то. Счастье ты не бросишь совета. Вот. Поэтому я не вижу смысла какие-то советы спрашивать. У каждого все настолько индивидуально. И даже ты сама, например. Вот сейчас в настроении, через полчаса мало ли что, да? Ну, вот просто. Я не буду спрашивать, что для тебя любовь, так как ты творческий человек. И мы уже узнали, что это все. Скажи, можно мы услышим описание не того, как должен выглядеть мужчина, а твоего любимого человека? Какой он? Строгий. Ну, я описываю чисто не внешне, а характер. Да, конечно. Да, да. Он строгий. Он, я даже не знаю, командир, правильно сказать? Ну, как, ну, у него очень... Ну, такой властненький, да? Не надо отвлекаться на телефон. Рассказывай. Мой тренер сейчас меня убьет, потому что я пропустила тренировку. Не забыла я об этом сказать. Так, строгий, властный. Но он не, нет, не властный. Это властный немножечко другое. Но, как бы так сказать, жесткий. Вот так будет правильнее. Жесткий в своем характере. Но при этом он добрый. Он просто до, я не знаю, до мозга и костей воспитанный. Ну, то есть, мне кажется, воспитание – это такая вещь, которая в 80 случаев, в 80% из 100 твоего воспитания передается уничтожение с молоком матери, да? Вот. Каким удалось тебя покорить? Тем, что он мужчина, повзрослевший мозгом. Во всех отношениях. Да, понимаешь, то есть, когда уже не привлекает ни вот это вот, знаешь, шуточки-прибауточки, когда вот эти прикольчики, это все неинтересно. Когда детство у самой уже осталось где-то там, ну, юношество тоже где-то там осталось. Когда уже ты совсем трезво рассуждаешь и смотришь там на людей, тогда и оценивать тоже начинает, знаешь, только уже, ой, нет, нет, ну, в смысле, не пренебрежительно, а, ну, не мое, понимаешь, ну, там еще мальчик. Вот ты смотришь на человека, понимаешь, что там еще дитё сидит. А я смотрела на своего и понимала, что это мужчина. Вот на этой потрясающей ноте мы завершаем эту любовную тему. Спасибо большое. Которую все-таки ты из меня выманила, да? Ну, хотя бы чуть-чуть приоткрыла, Маринка. Спасибо, Маринка. Действительно, спасибо. Я видела, что тебе это трудно давалось, но при этом... Я просто не хочу и, как бы, знаешь, от моего хорошего отношения к тебе, вот, чисто из-за него, я не могла оборвать так резко разговор и как бы сказать, да, у меня все отлично, все, разговор закрыт. Я это чувствовала, поэтому я тебе говорю спасибо. Марин, девочка, песня «Девочка», ну, вот прям бомб, вот, прям класс, авторская работа. Да, абсолютно. Супер. Первая строчка нашего хит-парада. Пару слов об этом треке. Мы сидели на студии, опять-таки, и просто мне дали бит, мне дали какую-то там такую демку, знаешь, и сказали, можешь что-нибудь придумать? Но если с мелодиями у меня вообще на раз-два все, вообще проблем нет, то с текстом у меня вечно такие запары. Во-первых, надо же тему придумать, на какую тему писать. Ну, понятно, что о любви, да, в целом все песни пишутся о любви. Неважно, страдаешь ты там, счастлив ты там, уничтожаешь ты там кого-то и так далее. Но все о любви, по сути. Я думаю, блин, у меня столько песен о любви. Надо что-то вот такое, чтобы для каждой девочки подошло, чтобы она меня поняла, да. И как-то так, ты знаешь, я просто листала Инстаграм, и у меня вайн за вайном, вайн за вайном какие-то, знаешь, типа вот эти вот, потом, как они еще называются, вот эти приколы, тоже типа вайнов? Ну, скажи. Скетч. Нет, не скетч. Подсказывает мерзаю и подсказывает неправильно. Не скетч. Двойка вам мерза. Не скетч, а, блин, как же это называется? Ну, типа, парень что-то крадет в магазине, а потом говорит, не-не-не, это прикол был. Как это называется? Пранк. Пранк, да. И вот этих вот пранков я увидела очень много, то есть они были такие очень жесткие какие-то. И, то есть, там, девочка девочку разыгрывает, мальчик мальчик разыгрывает. И я так поняла, слушай, ну это же не придумал человек, это же из реальной жизни берется все равно, да. Я подумала, почему бы в ней не взять какую-то такую реальную историю из жизни. И как-то такими общими словами, но как-то так точечно попадая, я решила писать текст. И, как всегда, у меня стандартная история, первый куплет-припев сложились, и через год сложился второй куплет. У меня всегда так, вот эти клянусь, вот если люди думают, что у меня песня вот вчера родилась и сегодня я выпустила, ничего подобного. Вы представляете, что только она не претерпевает, начиная от редактирования текста, заканчивая полностью редактированием аранжировки. Вот полностью. Начиная от стиля, заканчивая там... Зато это качественно. Это здорово. Да, спасибо. И это ценят, любят, видят. Гораздо хуже, когда ты вкладываешь неимоверный труд, работу, и это просто уходит на нет. Ведь очень много артистов талантливых, которые мне неизвестно почему-то, по каким причинам они не гремят, они не популярны, они где-то на последних строчках, чартов. У меня даже есть, я бы сейчас сказала, такой топ-5, наверное, максимум людей, которые я реально не понимаю, почему они еще где-то там, с их вокальными данными и так далее и тому подобное. Вот жалко, да, это правда. Ну потому что, понимаешь, когда тебе предлагают песню, допустим, вот мне тяжело дается писать песню, ну правда тяжело, прям в год по чайной ложке вот это вот. Но есть же композиторы, которым это дается, которые, собственно, вот, например, Руслан Ринов, сколько песен он написал не только нам, да, а сколько российским звездам и так далее, это Арти Касте. Да. Почти альбом он им написал. Ну вот кому-то дается, но есть песни, которые артист чувствует, а есть, которые не чувствуют. То есть ты не прочувствовал песню, она ей не пойдет, потому что если твоей души там нет, твоих эмоций там нет, ты не сможешь их передать другому, чтобы он почувствовал и принял ее, понимаешь? А наша аудитория приняла и почувствовала. Спасибо, это было я. Первая строчка в нашем хит-параде. Марина Мисте, песня «Девочка» прямо сейчас на ваших глазах, но прежде чем мы уйдем, Марин, еще раз огромное спасибо за интересное интервью, за тебя настоящую, искреннюю, классную. Спасибо. Спасибо, и тебе, спасибо огромное. Смотрим. Спасибо.